В субботу 30 сентября в Железногорске уже во второй раз состоялся турнир по интеллектуально-спортивному многоборью, организованный Красноярской летней школой при поддержке Управления образования Железногорска и градообразующих предприятий города. В интеллектуальном биатлоне на стадионе «Труд» встретились 16 команд из Железногорска и 4 команды школьников из Зеленогорска. В прошлый год показал, и первый раз по этому мероприю показалось, что городские школы откликнулись очень активно, причем независимо от того, что формировались две команды, команда юношек, команда девушек, состоящих из учащихся 9-10 классов. Ну вот я сам от начала до конца был участником прошлогоднего марафона в роли зрителя. Мне это очень понравилось, захватывающее зрелище, поэтому мы договорились с Михаилом Георгиевичем Садовским, что в этом году продолжим, уже с надеждой, что это станет хорошей городской традицией. Физмат-биатлон – это командная эстафета, в которой от скорости и точности участников зависит общий результат. Каждому представителю команды из четырех человек необходимо было преодолеть две дистанции общей протяженностью 800 метров и за ограниченное время решить три задачи по математике или физике. За каждый промах полагался штрафной круг, как и в обычном биатлоне. На самом деле задачи были нетрудные, но все равно нужно было проявлять смекалку и сообразительность, так как время у тебя ограничено, поэтому у тебя возникает небольшой стресс, но, конечно же, надо его пробороть, и тогда все получается. Не забываемых впечатлений, которые у меня, возможно, останутся. Потому что я участвую в первый раз в этом соревновании, я очень счастлив, что я попал в сборную своей школы, и я думаю, что этот проект будет продолжаться и будет иметь огромный успех. Такие соревнования позволяют школьникам совместить интеллектуальную и физическую нагрузку. Пробежав дистанцию, представитель команды за ограниченное время решает задачи, а затем передает эстафету другому члену команды. Несмотря на сложные погодные условия, сопровождающиеся дождем и низкой температурой воздуха, азарта, упорства и стойкости участникам было не занимать. Поддержать ребят пришли многочисленные группы поддержки. Это одноклассники, учителя, завучи и даже директора школ. Я хочу сказать, что, конечно, это такой интересный формат. Даже сам факт того, что это такая интеллектуальная тусовка, не столько спортивная, сколько интеллектуальная тусовка, в необычном формате, это уже большой плюс. Наши ребята тоже участвуют активно. Задачи, конечно, сложные, но они интересные. Они рождают потом желание у ребят узнать правильное решение этих задач, обсуждение рождает и так далее. Поэтому хорошее мероприятие. В итоге весь пьедестал почета среди девушек заняли представительницы Железногорска. Третье место у команды школы номер 97. Второе место заняла команда школы номер 90. Победителем стала команда гимназии номер 91. Я вышла на этап по математике. Очень тяжелая дистанция, целый спортивный круг – это тяжело. После этого прийти и решать задачи еще тяжелее. Но математика показалась относительно приемлемой по качеству. Я справилась с заданиями, и я считаю, что выступила хорошо. У меня были задачи на тему физика космоса. Для меня эта тема необычная. Из трех задач я решила одну, но я считаю, что это все равно здорово. Это лучше, чем ничего. И то, что эта тема необычная, я считаю, так в целом мероприятие интересное. Среди юношей первое место заняла команда 174-го лицея из Зеленогорска. Второе и третье место у Железногорских лицея номер 103 и школы номер 106. Участники команд-победительниц получили путевки в Красноярскую летнюю школу, которая состоится на базе лагеря «Орбита» в июле-августе 2018 года. Алексей Боганов, Артем Иванов, Максим Лисеменко. Специально для канала проекта «Школа Росатома» Атом-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok